Самосуд на пожаре в центре Саратова загорелся частный дом. Обошлось без жертв, но погорельцы не стали ждать, когда назовут официальную причину возгорания. Решили сами наказать вероятных поджигателей. Подробности в сюжете Юлии Шишкиной. Этот вызов для пожарных вместо утренней зарядки. Частный дом на улице Большая Горная, 285, загорелся в 9.30. Пожар в центре города среди белой дня заметили вовремя и случайно. Проезжающие мимо сотрудники газовой службы увидели белые клубы и решили, дыма без огня не бывает, и вызвали пожарных. Происходило загорание двух частных домов на общей площади 200 квадратных метров. В загорании происходила кровля и часть внутренней отделки дома. На месте пожара принимали участие 6 единиц основной техники, 24 человека личного состава. Пожар потушен. Потушили быстро, жертв нет. Но в огне пострадали две квартиры. Две семьи живут под одной крышей, но в состоянии войны. Хозяйка одной из квартир рассказывает, что в феврале к ним поселили социально неблагополучную и сильно пьющую пару. Из прежней квартиры пару выселили за коммунальные долги. Тут новых соседей считают поджигателями. Кто вы металл там отжигаете? Сколько я вас гонял? Кто вы костер вечером ждете? Не было этого? Какие другие? Были бы другие, я бы вас в лицо не знал и не помню. Алексей Софьин сокрушается. Месяц назад отремонтировал свою часть дома, 54 квадратных метра. Теперь его семье негде ночевать. И он устраивает самосуд. Наказывает соседей поджигателей. Горе соседи пытаются возражать, но Алексея не переубедить. Это от них только пошло. Потому что несколько раз гоняли, потому что они у себя в дворе шашлык жарили. Вот метр от стены они там жарили шашлык. Ночевать погорельцы собираются в горевшем доме. Говорят, больше негде. В ближайших планах у Софьиных новый ремонт дома. Главное – достать стройматериалы. Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.